15 и 16 ноября. Москва. Одно из самых ожидаемых мероприятий в области информационной безопасности. SOC-форум 2022. Станьте частью большего. Присоединяйтесь. Подробности на сайте socdefisforum.ru Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Алексей Лукацкий. Я приветствую вас на свежевыжатом подкасте, который посвящен теме security operation центров. И в гостях у меня сегодня Таймур Хейрхабаров, компания Bizon. Привет, Таймур. Привет, Алексей. Я, наверное, начинаю все подкасты сейчас с вопроса о том, что поменялось в сокостроении с 24 февраля. С точки зрения атак, наверное, говорить достаточно бессмысленно. Мы понимаем, что их число возросло, хотя, может быть, сами по себе они не сильно поменялись, поменялась там мотивация. Но вот с точки зрения технологической поменялось ли что-то у нас 24 февраля. То есть в связи с уходом ряда компаний из России, в связи там с отключением отдельных команд от фёста, вот как поменялась жизнь российского сока в этих условиях? Ну, я здесь, наверное, буду довольно банален и отвечу так же, как все. Ушли некоторые вендоры, на базе которых ряд российских security operation центров строили свою технологическую платформу, в том числе один из вендоров, мы его использовали у себя в технологическом стеке. Это, наверное, там первое такое большое изменение. Второе, ну, вендоры TI, то есть те, кто потребляли какой-то западный зарубежный TI, фиды, поставляемые внешними западными компаниями, эти компании тоже теперь больше никому ничего в России не продают. Но в нашем случае здесь мы от этого никак не пострадали, потому что в целом мы западные TI не особо потребляли. Ну, исключение из членства вот всяких ассоциаций типа First, ну, можно по-разному, да, там, относиться к этому членству, да, и оценивать его полезность, там, бесполезность. Я бы сказал, что для нас, ну, практически это как бы ни на что не повлияло, но в частности именно в соке. Возможно, немножко усложнилась, там, работа нашего серта, то есть той команды, которая занимается, там, разделегированием каких-то доменов, да, там, вредоносных, мошеннических и так далее. Ну, очень усложнилась, конечно же, в отсутствие вот этого членства First, взаимодействия, там, с некоторыми западными, там, регистраторами и так далее. Вот, но критичного, кардинального, наверное, продолжаем работать. Ну, вот смотри, с точки зрения технологий, если какой-то из заказчиков строил свой сок на базе иностранцев. Вот по какому пути им сейчас идти? По пути ухода в аутсорсинг? По пути перехода на отечественные решения? Или по пути построения своего стэка, ну, при наличии соответствующей, там, команды, если она, конечно, есть? Ну, тут надо смотреть, вот, на эту компанию, да, на ее размеры, на размер команды, которая есть внутри, именно той команды, которая занималась, там, security operation центром, сиемом и так далее. То есть, если это уже, там, вот, к этому моменту это был довольно зрелый in-house сок, в котором все работало, была слаженная команда, технологический стэк настроен, отлажен, там, решения между собой проинтегрированы. В этом случае, конечно, принять, наверное, какое-то решение будет гораздо сложнее. Ну, не то, что сложнее, скажем так, будет больнее, вот, любая из развилок. Конечно, можно сидеть и оставаться, там, на западном решении до поры до времени, но все мы понимаем, что это тянуться бесконечно не может. Рано или поздно все же придется принять какое-то решение. На мой взгляд, да, вот то, что я бы советовал. Самый правильный, наверное, путь, это такой путь гибридный, назовем так, потому что построить, вот, в моменте заменить, там, технологический стэк на западных решениях на технологический стэк отечественного производства, ну, будет просто невозможно, да, это требует, там, довольно длительного времени. Это время измеряется месяцами, а может быть, даже и годами, все зависит от, в общем-то, от масштабов, скажем так, катастрофы. Поэтому вот гибридный путь, это возможно, там, на период пока, ну, на какой-то период брать аутсорсинговый сок и вместе с этим аутсорсинговым соком строить или перестраивать свой внутренний сок уже на отечественных решениях. Вот это вот для, наверное, тех компаний, у которых вот своя внутренняя инфраструктура и команда были довольно зрелыми. Тех, у кого уровень зрелости был достаточно низкий, ну, скажем, там, купили СИЭМ, что-то там покрутили, понастроили, команды особо нет, да, и в СИЭМе особо, да, там, порядка нет, правил нет, ну, тут, наверное, правильнее будет просто сразу уйти в аутсорсинг и все. Спасибо. А вот смотри, если команда зрелая была, и, по сути, своя команда есть, процессы есть, даже контент есть, плюс-минус универсальный, там, Сигма, Джары и так далее, а вот технологии накрылись, и отсюда возникает, собственно, достаточно очевидный вопрос. На Западе можно было бы уйти в облачный СИЭМ, то есть, как бы, воспользоваться неким решением, там, неважно, Google, там, McAfee какой-нибудь и так далее. У нас на рынке вообще таких предложений я, по крайней мере, не знаю. То есть, есть варианты OnPrem, очевидно, есть вариант аутсорсинг, есть вариант Manage СИЭМ, когда кто-то предлагает услугу управления СИЭМом, которая куплена была заказчиком в отсутствии своих аналитиков. А вот куда податься организации, которая имеет своих аналитиков и так далее, но не имеет бюджета, например, на то, чтобы, там, выбросить иностранцев и купить отечественный стэк, потому что бюджет не заложен. Ну, действительно, как ты правильно сказал в России, там, к сожалению или к счастью, ну, вот просто так сложилось, там, ни один из вендоров, кто делает, разрабатывает OnPrem СИЭМ, и никто не делает облако. Ну, вот, скорее, это обусловлено не нежеланием, наверное, этих игроков или, там, неумением, как бы, да, это обусловлено просто особенностями рынка. Вот, как бы, до поры до времени, в принципе, как бы, такой облачный СИЭМ в России, это была вообще абсолютно невостребованная услуга. Я знаю, наверное, единичные компании, кто у того же Microsoft покупали, там, Sentinel в облаке, но это единицы, да, на фоне как-то общего объема рынка. Повысится ли этот спрос сейчас, сложно сказать. Как бы, я думаю, в моменте вряд ли что-то сильно быстро изменится, да и в моменте вряд ли кто-то будет готов предоставить из облака такой свой СИЭМ. Поэтому пока, наверное, я точно не считал бы это какой-то проблемой. Вот, ну, если это проблема, там, одного-двух, не знаю, там, одной-двух компаний на рынке, то, скорее, это не проблема рынка совершенно, да. Но, возможно, в будущем ситуация изменится, учитывая сейчас, да, там, проблемы с тем же, не только, да, софтом, но и сейчас с поставками железа и так далее. Вот вариации либо с аутсорсингом, либо с СИЭМом в облаке могут, возможно, ну, особенно с СИЭМом в облаке, да, заиграть какими-то новыми красками. Там, ну, там мы, мы как компания, там, в какие-то там, как идеи, возможно, далекого развития себе там рисуем в квадратиках, типа, Cloud CM, ну, на базе того технологического стека, который делаем мы. Но это вот точно не вопрос какой-то среднесрочной перспективы, да, это, скорее, вопрос какой-то долгосрочной перспективы. Опять же, и не факт, что это еще и состоится. То есть, будем смотреть просто на рынок, на спрос. Окей, а смотри, Теремор, ты упомянул, что там один из зарубежных вендоров, на котором вы строили там ядро своего СИЭМа, ой, своего СОКа, он ушел, и вы сейчас пишете свой стек. Вот ты можешь там поделиться деталями, ну, потому что это достаточно нетрадиционное решение для коммерческого СОКа. Многие там переходят на либо Макс Патрол СИЭМ, либо на Куму, там кто-то РУ СИЭМ, и очень редко когда кто-то пишет свой стек. Хотя вот, наверное, ты видел в СОКовском чатике буквально на днях вышел человек, искал кандидата себе, и он сказал, что он написал свою собственную СИЭМ, и у них там не эластик какой-то, ничего, о своей СИЭМ. Вот насколько это популярная история, насколько это трудоемкая история написать свой СИЭМ? Ну, насчет популярности. История не популярная, но, опять же, я думаю, ты и я, мы знаем истории на российском рынке, когда были и есть на самом деле Security Operation Center, помимо Бизона, помимо нас, помимо тех, кто вчера объявился в чате СОК Технологии, которые строили на базе своего технологического стека. Там, я думаю, ты знаешь, о ком я сейчас говорю. Поэтому говорить, что это какая-то эксклюзивная история, оно точно нельзя. Есть прецеденты на рынке, и как бы даже не один. Если говорить о сложности, безусловно, история совершенно непростая, она не для каждого. Она, наверное, точно не для инхауса, ну, если только какие-то есть у нас единичные инхаусы, которые могут себе это позволить, но в целом она скорее не для инхауса, потому что надо держать и команду разработки, и команду DevOps-инженеров, которые все это крутить, вертеть будут. И это такое недешевое удовольствие, только хотя бы если брать фото. Что касается нас, наверное, тут можешь сейчас конкретизировать вопрос, потому что вот я тебе ответил про... Но вы действительно с нуля написали или пишете свой условно CM, наверное, там за CM потянется и все остальные обвязки, или вы берете нечто, что потом докручиваете? Ну, как многие там отечественные вендора IDS-ов берут там Suricatu, Zik или Snort, и над ними надстраивают свой интерфейс и говорят, мы создали свою IPS-ку. Ну, точно не с нуля. Вот как бы тут я могу абсолютно честно это сказать. Да, это ряд опенсорса и плюс некие свои разработки. То есть, то, что полностью свое, это полностью свой коррелятор. То есть, тут, к сожалению, в опенсорсе что-то найти готовое, что взять и будет работать невозможно. Тем более, учитывая еще и нашу специфику, специфику сервис-провайдера, она определенные в общем-то нюансы накладывает на, скажем так, потребительские качества вот этого самого коррелятора и там те возможности, которые он предоставляет. То есть, коррелятор свой, все остальное там либо без переделок опенсорс, либо немножко доработанный опенсорс. Назовем так. Ну, это если говорить про СИЭМ. Да. Да, если еще там как бы СИЭМом-то единым не будешь. Ну да, РП, ЧАИП. Вот ИРП у нас изначально была своя. То есть, мы ее как-то три года назад начали писать, в общем-то, сидим на ней, сейчас продолжаем развивать. Вот это полностью с нуля написанная собственная разработка. Там никакого там хайва или чего-то опенсорсного точно нет. А ЧАИП. ЧАИТ тоже платформа своя. Причем, ну, если мы говорим про СИЭМ, да, и про ИРП, это исключительно там наши внутренние какие-то инструменты, которые мы как бы, по крайней мере, то есть, что касается СИЭМа, точно не планируем там в среднесрочной перспективе куда-то с ним выходить в рынок. То есть, это исключительно наш внутренний инструмент. С ИРП есть мысль выходить в рынок, посмотрим в следующем году. А как бы ЧАИТ, вот эта платформа, которая называется у нас Bizon Front Vision, то есть она, опять же, компания разрабатывается достаточно давно, и она изначально разрабатывалась именно как внешний продукт. Мы просто используем ее у себя внутри как один из инструментов. А скажи, вот если к вам обращается заказчик, ну, или даже, может быть, не так, если бы заказчик обращался к услугам аутсорсингового СОКа, и аутсорсинговый СОК ему говорит, мы настолько крутые, что мы написали все с нуля. Ну, или не с нуля, а у нас свой стэк. Вот на что обратить внимание? Какие вопросы заказчику надо задать в сторону поставщика услуги, чтобы понять, что да, у этого решения есть перспектива. Потому что когда мы говорим про СОКи на базе условно там Кьюрейдера или Кумы или Макс Патрол Сиема, там плюс-минус понятно. Есть продукт, у него есть некая история развития, радмап. Всегда можно понять, как он развивается. Когда это целиком свой стэк, ну, всегда есть некое опасение, что, ну, вот команда уйдет, продукт будет развиваться не так быстро, как хотелось бы. Продукт, по сути своей, хоть и внутренний, но он внутренний для одного заказчика, своего заказчика. Вот. Вот на что обращать внимание в случае к обращению к таким компаниям? Ну, наверное, давай начнем с того, что если ты покупаешь сервис, ну, опять же, я сейчас, может быть, буду слишком субъективен, но какая разница, что там за этим сервисом стоит, ты получаешь сервис. Вот мы же в ресторан приходим, когда еду покупаем, мы не спрашиваем, какими ножами повар резал мясо или на какой плите он это как бы жарил. Мы просто получаем вкусную еду уже, результат работы команды. Вот с сервисом аутсорсингового сок ровно то же самое. Да пусть хоть там грепом, да, сидят ребята, аналитики как бы в сисологии, там ищут какие-то паттерны. Главный результат, главное своевременно выявляемые инциденты, качественные рекомендации, качественное реагирование. Вот. Это такой некий отвлеченный момент. Если там вернуться к твоему вопросу, на что обращать внимание. Ну, опять же, мне сложно ответить, потому что вот у меня в голове крутится вот эта самая мысль, как бы вы сервис покупаете, да, внутри там у нас курадар или там что-то еще. Вот. Но обратить внимание, наверное, на размер команды, насколько, скажем так, вот костяк той команды, которая оказывает сервис или участвует в разработке компонентов в рамках сервисов, насколько он стабилен, насколько большой, насколько давно уже, в общем-то, эта история разрабатывается, потому что если там, не знаю, разработка условно длилась месяц, это одна история. Если там разработка длилась несколько лет, ну, наверное, уже к этому какое-то большое доверие. Другой вопрос, конечно, а как как бы в реальности проверить, сколько это все дело разрабатывалось и, ну, раскроют ли карты сервис-провайдер либо там интегратор, предоставив какие-то документы, да, которые будут подтверждать, что разработка идет достаточно давно. Все, наверное, зависит от заказчика, если заказчик большой и важный, ну, всегда можно договориться и что-то показать, чтобы доказать, что это вот не какая-то там поделка, которую три человека делает месяц. А смотри, кстати, вот ты мне сейчас… Еще смотри, момент, извини, что перебью. Ну, и второе, наверное, это готовность, то есть, я там немножко раньше сказал, что это исключительно наши внутренние инструменты, и мы их не продаем как коробка, это действительно так, но у нас есть проекты, ну, назовем так гибридный сок, да, где мы строим сок полностью, он премис на нашем технологическом стеке на площадке заказчиков, и здесь мы не являемся, наверное, классическим интегратором, который готов строить там соки на любых компонентах, которые есть на рынке. Мы идем исключительно в те проекты, если заказчик готов целиком и полностью работать на нашем стеке. И как бы это тоже какой-то показатель того, что это все же уже не поделка, потому что у нас есть действительно проекты, где на площадке заказчика полностью наша IRP, наша CM, наша IP-платформа, наши IRP и так далее. Окей. И вот ты упомянул про то, что можно заказчикам показывать какую-то внутреннюю кухню, если заказчик крупный и так далее. У меня сразу возник вопрос. Если посмотреть на ту же самую нормативку, там в стек, например, когда пишет методику или написал методику оценки угроз, они там четко сказали, что если вы пользуетесь внешним сервисом, вы можете пользоваться только тогда, когда вам провайдер этого сервиса предоставляет свою модель угроз. То есть вот такой, может быть, он нетипичный вопрос, не знаю, задавал ли вам кто-нибудь когда-нибудь, спрашивают ли у вас, какова модель угроз вашего сока, и не повторится ли у вас история там с кассей. Ну или там условно некая supply chain атака, когда взломали MSSP, а из MSSP влезли в инфраструктуру заказчика. То есть вот спрашивают у вас, а если нет, если да, то что вы отвечаете, а если нет, то что бы вы ответили вот по поводу вот этой модели угроз? Смотри, ну вот за три года никто ни разу не спросил про модель угроз. Вот ты первый, кто это у меня спросил. Я даже не подумал, что в принципе такой вопрос могут задать. Ну в том виде, в котором ты его сейчас озвучил, про вопрос, а что у вас внутри с безопасностью, что вы делаете, безусловно, там были заказчики, которые эти вопросы задавали. И как бы, ну у нас есть некие формальные подтверждения от того, что у нас что-то делается, назовем так, с безопасностью. Да, есть там ISA 27001, и именно инфраструктура SOC как раз входит в область действия этого сертификата. То есть не 27001, не знаю, как часто бывает, чисто для бумажки, для какого-то там выделенного, какой-то маленькой системы его взяли и получили. У нас именно инфраструктура SOC, это в чем-то мы можем подтвердить. Ну по-моему, один из немногих в России, чуть ли не единственный. Да, у нас есть PSI DSS, соответственно, опять же PSI DSS на инфраструктуру SOC. Ну понятно, если ты сервис-провайдер, который оказывает услугу, у тебя должна быть лицензия на ТЗКИ, лицензия на ТЗКИ тоже там накладывает определенное, выполнение определенных требований. То есть с точки зрения формальных приз, вот формальных подтверждений того, что там с безопасностью у нас все хорошо, у нас, ну в общем-то, полный комплект бумажек, наверное, там поболее, чем у многих. С точки зрения там как бы как это внутри в реальности, ну там особо дотошно мы рассказывали про те контроли, которые там мы внутри реализовывали. Некоторым даже показывали как бы документы, да, там какие-то внутренние политики, особенно вот есть западные, там зарубежные клиенты, вот как бы там один раз прям там такое RFP было, там просто надо, ну мы месяц просто к этому RFP готовились, там собирая там все документы, где-то готовя какие-то описания, которые у нас не были как-то формализованы. Но как бы скорее это, наверное, нечастая история, то есть если взять вот общую массу заказчиков, это вот как бы единицы, кто вот таким вот интересуется. А вот ты упомянул про ISO 27001 и PCI DSS. Насколько вы смотрите в будущее, что вы будете продолжать сертифицировать в текущих условиях сок по этим требованиям? Вот прямо в настоящий момент идет продление сертификата EPSI DSS, и вот в ноябре будет у нас внешний аудит ISO 27001. То есть мы, когда все это случилось, собирались, обсуждали, есть ли смысл как бы это продлять, но верим в хорошее, верим все-таки в позитивный исход всей этой ситуации, которая сейчас происходит в мире, поэтому решили продляться. Окей. А смотри, ты еще упоминал EDR, и вот у меня с этим связан вопрос. Сейчас если посмотреть на рынок, мировой рынок безопасности, то рынок CM стагнирует. Рост в лучшем случае процента 3-4 в год. Это очень мало. При этом рост, например, XDR в мире идет двузначными цифрами, иногда даже больше, в зависимости от региона. Вот насколько сегодня решение класса DR, там EDR, NDR, CDR, ну там XDR в целом являются частью, неотъемлемой частью современного сока. Или можно сказать, что есть сок вот классика CM, там IRP, TIP, там тикетинг и все, а XDR это дополнительная вещь, которая совершенно не нужна. Или сегодня без XDR вообще построить нормальный сок для того, чтобы собирать данные о происходящем в сети, на узлах и так далее невозможно? Ну, я бы не стал говорить, что невозможно строить сок без EDR. Мы смотрим на рынок, что российский, что зарубежный. Длительное время никто про EDR вообще не знал, и все работало, инцидент и находилось. То есть считать это каким-то обязательным элементом, несмотря на то, что я представитель компании Vendor, я непосредственно являюсь продактовнером нашего EDR, по идее я должен сейчас говорить другие вещи, но я буду просто объективен и честен. Без EDR можно обеспечить мониторинг, можно обеспечить хороший мониторинг, правильно настроив штатный аудит. Другое дело, что EDR этот мониторинг, с точки зрения двух показателей, среднее время выявления, среднее время реагирования, выводит на совершенно иной уровень. Есть какие-то техники атаки, которые, если мы ограничиваемся только штатным аудитом, классическими средствами защиты, нельзя сказать, что их нельзя увидеть, эти техники атаки. Возможно, просто стадия, на которых эти техники будут увидены, она будет гораздо позже, нежели это можно было бы сделать, используя тот же самый агент EDR на конечной точке, который немножко, не немножко, он существенно расширяет набор той телеметрии, которую можно собирать. То же самое при реагировании. Без EDR, даже если есть IRP, SOAR, все равно могут быть сложности, вряд ли IRP, SOAR будет интегрирована с каждой конечной точкой, с точки зрения предоставления туда административного доступа и так далее. Я себе с трудом представляю такую картину. Если же стоит агент EDR на конечной точке, там те операции, которые раньше делались путем направления заявки в IT, соберите какие-то дополнительные данные с этого хоста, не знаю, там, изолируйте эту рабочую станцию, убейте, там, вредоносные процессы и так далее, с EDR делаются гораздо быстрее. Вот гораздо быстрее. То есть EDR выводит, повышает существенно уровень зрелости, но без него спокойно можно жить, как бы, ну, все зависит от ваших потребностей, от... Окей, а для тебя что такое XDR? То есть это... Потому что есть разные подходы. Кто-то говорит, что там EDR, это и есть XDR, кто-то говорит, что XDR, это всегда EDR плюс NDR, кто-то говорит, что XDR, это вот все варианты EDR как такового, включая Cloud Detection Response, Endpoint, Network, может быть, там, Intrusion Detection, а кто-то даже говорит, уже есть Identity Detection and Response. Ну, для меня XDR это скорее не продукт, да, это скорее концепция, которая применяется в отношении разных продуктов. Ну, опять же, EDR, в моем понимании XDR, это неотъемлемый элемент XDR, потому что контроль конечных точек, ну, без него, как бы, никуда. Для меня, наверное, XDR это совокупность решений одного вендора, закрывающих, ну, решений по защите, там, по мониторингу, реагированию защиты от одного вендора, закрывающих разные каналы, там, сеть, почта, конечные точки. Если есть облака, там, вот, CVP, Cloud Workflow Protection, объединенные неким единым оркестратором, то есть, некой единой консолью, которая в себя принимает, в общем-то, срабатывание алерта от всех вот этих решений, между собой их коррелирует, соответственно, результат корреляции отдельных алертов, отдельных решений, это какие-то новые алерты, да, которые порождаются синергией, и плюс обязательно кросс-интеграция между опишками всех этих решений. Ну, например, там, сэндбокс задетектировал в почтовом трафике какой-то файл, этот файл в результате детонации в сэндбоксе, ну, там, стало понятно, что он дропает в систему какие-то исполняемые файлы, эти исполняемые файлы идут куда-то на какие-то, не знаю, там, хосты в сети интернет, эта информация получается вот этим вот централизованным оркестратором, он тут же дает команду, там, на firewall, например, заблокировать сразу этот IP-адрес, на, там, агенты EDR, на сервер EDR, добавить блокирующее правило на хэши тех файлов, которые дропались в песочнице, вот, для меня вот XDR это вот это, то есть это объединение единым оркестратором решений одного вендора, закрывающих разный канал. Опять же, можно тут сейчас продискутировать про одного вендора нескольких, но вот такую взаимную интеграцию, чтобы вот это вот все хорошо работало на решениях разных вендоров, я очень с трудом верю, что это возможно построить. Окей. А вот ты сейчас очень хорошо обрисовал XDR в такой концепции, нужен ли CM вообще, если XDR делает все и детектит, и реагирует? Ну, опять же, как бы CM это, наверное, часть XDR, да, вот внутри как такового XDR, в принципе, есть какое-то подобие CM, которое как раз будет выполнять корреляцию вот логов, алертов от вот этих разнородных решений, вот, ну, вот, на, как бы выступать таким единым зонтиком, который вот обрабатывает все. Ну, можно, наверное, не называть это CM. Но это не CM, как в классическом смысле, да, вы туда вряд ли заведете, наверное, логи, как бы, каких-то других CM, хотя есть на самом деле продукты, вот, которые класса XDR, где можно туда же заводить и логи каких-то сторонних решений. Но это скорее такая дополнительная функция, вот, просто для галочки. На практике, ну, возможно, будут нюансы в том, как это на самом деле работает. Поэтому, ну, CM, давай, CM как коррелятор, вот, он внутри XDR есть, но это внутренний какой-то движок, не для внешнего пользования. Теперь, поднимаясь немножко выше, да, ну, хорошо, там, есть XDR. Представить себе компанию, где все каналы, абсолютно все каналы, там, веб, почта, трафик, облако, там, конечные точки, там, что-то еще, не знаю, там, индастриал и так далее защищаются решениями одного вендора, очень сложно. Ну, такое, конечно, бывает, но обычно это все же зоопарк. Поэтому, как бы, есть XDR, но он будет закрывать какую-то часть просто инфраструктуры. Остается куча других решений, которые не покрываются просто защитными решениями этого вендора, и поэтому логи с них надо собирать, как-то анализировать, коррелировать, выявлять инциденты. Поэтому CM, он нужен. Просто XDR для CM будет также выступать источником событий, то есть он будет выдавать алерты в CM, которые можно будет коррелировать с чем-то уже другим. Ну, по вашему опыту, есть заказчики в России, которые уже внедрили, условно, XDR, либо в процессе внедрения XDR дают его на аутсорсинг в сторону коммерческого сока? Ну, отдельные элементы XDR точно, да. Ну, там, отдельно NTA, отдельно EDR, вот, как бы, вот такое зонтичное накрытие вот неким единым оркестратом. Ну, среди наших клиентов я, честно говоря, не вспомню. Ну, если мы говорим про российское, про российские XDR, ну, среди наших клиентов точно нет. Среди, как бы, западных, ну, там, не наших, да, зарубежных, там были, там, те клиенты, которые использовали западные решения, ну, например, там, Пала-Альта, да, там, Чекпоинт, то, что можно было назвать, там, XDR, и вот, там, Пала-Альта, Чекпоинт, как бы, для нас, как источник, выступали много, именно, не только фаерволы, да, совокупность, там, агентов, защиты, там, трафика, защиты почты, там, Песочница, ну, вот, такие, как бы, там, единичные кейсы были. И получается, что, ну, вот, как мне и видится, мы выстраиваем, ну, отчасти дублирующую инфраструктуру, потому что, если у меня, там, в моем соке есть, помимо CM, еще SOAR, с функцией, там, соответственно, респонса, то он, по сути своей, задействует возможности XDR-овские, там, идиара, там, эндиара, и так далее, по респонсу, он же не сам, как бы, что-то реагирует. То есть, заказчик условно переплачивает за дублирующую функцию. То есть, вот, для меня всегда, там, было определенным вопросом, как переплетаются, вот эти два, две ветки развития мониторинга и реагирования. CM, SOC, классика, все понятно. CM в центре, там, SOAR в центре, они вместе, там, собирают, реагируют, а тут появляется XDR, который заменяет их, но не целиком, поэтому его надо как-то еще внедрить в соковскую инфраструктуру. Ну, смотри, там, и да, и нет, и заменяет, и не заменяет. Вот когда я, там, говорил вот про эту взаимную интеграцию, и, ну, когда результат работы одного решения, там, триггерит реагирование в другом решении, это скорее, вот, назовем так, автоматическое реагирование. Вот, автоматическое реагирование, там, где оно есть, вот, там всегда такая шкала, как бы, вот, до какого предела можно делать автоматическое, это некая числовая шкала, там, вероятность, назовем так, вот, с какой вероятностью, при детекте с какой вероятностью, вот сейчас маленько, может, грубо и сильно упрощено, я говорю, но, я думаю, идею... Ну, некие пороговые значения. Да, вот эти пороги, они там будут крайне высоки, потому что там, ну, вот, когда мы говорим про автоматическое реагирование. Антивирус – это же решение по автоматическому реагированию. Меня всегда удивляет вопрос, а когда же будет автоматическое реагирование? Да оно уже десятилетиями есть. Антивирус – это решение, которое автоматически реагирует на базе тех правил, которые там есть. Это там просто правило с очень высоким уровнем достоверности. И то же самое, если мы говорим про XDR, вот эти автоматические кросс-интеграции, когда в почте что-то блокируется на основании результата, или в EDR, там что-то блокируется на основании результата того, что было найдено в почте, опять же, там только будут работать вот правила или там плейбуки с высокой степенью достоверности. А так как высокая степень достоверности, всегда остается то, что ниже вот этого порога. И очень многие, назовем так, нехорошие, нелегитимные активности просто этого порога достигать не будут. Соответственно, это не будет триггерить вот запуск автоматического реагирования там в EDR, в XDR, в антивирусе и так далее. И это вот как раз та зона, для которой нужен сок, который собирает события, в этих событиях смотрит срабатывание правила корреляции, правила корреляции у вас не приводят к автоматической блокировке рабочей станции и так далее, то есть на них смотрит аналитик и уже дальше принимает решение, нужно ли реагировать или нет. И он уже запускает, может запускать реагирование в том же самом EDR, XDR и так далее, но такое реагирование по требованию, то есть по кнопочке, там стени файл, изолируй эту рабочую станцию и так далее. А ты веришь в то, что возможно создать решение, которое вот разовьет эту идею с пороговыми значениями, когда оно будет не атомарные события, как антивирус ловить, а сразу выстраивать цепочку, там киллчейн от EDR, от NDR, от фаервола, от почты, от сэндбокса выстроил цепочку и сказал, ну да, с высокой вероятностью это явно не там фалсы, а реально полез какой-то там плохой парень, давайте, соответственно, заблокируем его и на инпойнте и так далее, и так далее. То есть это такой XDR, но уже по сути своей полностью автоматически работающий. Ну, концепция XDR как раз в том числе и проповедует то, что ты сказал, что как раз интегрируется разного рода решения и разного рода, ну, разных продуктов защищающих, там различные каналы, и на базе вот их совместной работы принимается решение, нужно что-то делать или нет. Да, сейчас, возможно, там, скажем так, доля того, где можно было бы отреагировать автоматически, она крайне низка, ну, как раз там в угоду осторожности, чтобы не привести к чему-то там тотальному. Но, безусловно, качество этих продуктов будет расти, и это вот количество ситуаций, где можно было бы сделать что-то автоматически, оно, конечно же, будет вырастать со временем, то есть потому что вендора, там, производители этих решений, они будут, в общем, делать большую работу, и они точно эту работу делают, чтобы вот увеличивать это количество, но оно никогда не дойдет до 100%, абсолютно никогда. Вот это утопия, то есть никогда не будет вот такого решения, которое полностью заменит человека, будет работать там автоматически, вот просто как бы без участия там команды аналитиков. Потому что иначе будет высокая вероятность блокировать то, что не нужно блокировать. А вот скажи, Бизон в этом плане, помимо, собственно, своей инфраструктуры для СОКа и помимо решения ИДИАР, движется ли в сторону там того же самого ИНДИАРа или там НТА, как его ни называй, там СИДИАРа, ну, не знаю, насколько сейчас для России актуальна облачная история, но как минимум в сторону ИНДИАРа, чтобы вот добавить к эндпойнтовской истории еще сетевую. Ну, смотри, у нас есть ИДИАР, у нас есть свой СДИАР, это, собственно, есть сетевая история, в котором там помимо функций мониторинга, помимо там веществового экранирования и так далее, там в том числе развивается история с НТА, то есть как некая, ну, как модуль, да, как бы именно НТА, и он сейчас активно разрабатывается, безусловно, мы в эту сторону смотрим. У нас есть решение по защите почты, называется CES Cloud, Cloud Email Security Protection, у нас есть свой Secure DNS, там аналог CISCO Umbrella, который мы развиваем, то есть у нас есть там по отдельности, в принципе, продукты, которые закрывают разные каналы, в том числе мы смотрим как бы на облака, то есть ты говоришь, в России облака не актуальны, но это не так, да, у нас есть Яндекс Клауд, у нас есть Сбер Клауд, на самом деле количество клиентов там сейчас растет, потому что с железом проблемы, и, ну, сейчас, по крайней мере, там у наших коллег Сбер Клауди мы видим прям рост спроса, да, на их услуги, поэтому мы в том числе смотрим в идею развития EDR, там, если ты посмотришь на западных игроков, например, Крауд Страйк и так далее, то у них вот, ну, вот этот агент, не знаю, для облака, это, ну, как модуль их решения, то есть мы в эту же историю тоже смотрим, то есть, соответственно, по отдельности, там где-то какие-то каналы мы уже закрываем, на самом деле много каналов, где-то у нас есть планы по развитию, и, естественно, мы планируем это все сверху накрывать, единым оркестратором и каким-то движком корреляции, который будет это все между собой взаимоввязывать. Ну, просто, как бы, хочешь выжить на рынке кибербезопасности, надо, как бы, трендом следовать, это, там, тренд на XDR, но он сейчас очевиден, и, как бы, являясь одним, там, из ведущих игроков, мы просто не можем этого не замечать. Хорошо. Давай сейчас вернемся, или даже не вернемся, с другой стороны, посмотрим на тему соков в контексте людей. Достаточно старые разговоры про то, где учить аналитиков сока, особенно сейчас, когда, там, наверное, основные центры, где их учили, они были зарубежные, санкции и так далее, они для России закрыты. Вот как сейчас повышать скиллы для аналитика сока? И как, может быть, такой провокационный вопрос, как ты относишься к тому, что будут пиратить сансовские материалы и распространять их и так далее, и вот на них обучать людей? Ну, давай, их не будут пиратить, их уже давно пиратят, и начали первые, это не мы, я имею в виду, не Россия, да, как бы, на Западе, поэтому говорить, что это будет, как бы, ну, неправильно, потому что это уже есть, и спокойно, если задаться целью, можно найти и лабы, и PDF-ки, то есть все, ну, в принципе, практически на любой санс-курс, как показывает, в общем-то, практика, это отвечая на вопрос про пиратить. Теперь, где учить? Ну, на самом деле, как бы, и закрылись, и не закрылись. Есть возможность, ну, то тот же, то есть у нас, например, среди аналитиков очень популярный курс от Offensive Security, там, OSCP, OSCE, вот такие, вот это прям, вот, у меня, наверное, в принципе, вся вторая линия, она точность с OSCP, там, половина первой линии, там, тоже, близится где-то к этому, что половина первой линии с OSCP, но есть варианты, есть возможность это сейчас покупать. Да, это, как бы, не совсем, там, не впрямую, но с определенной хитростью, в принципе, мы продолжаем это делать, проблем с этим нет. Стало сложнее, но сказать, что это закрылось, точно-точно нельзя. Опять же, помимо, как бы, там, Санса, да, помимо Offensive Security, были и другие площадки, которые мы активно там использовали, например, Pentest Academy, вот, она не закрыта пока для России. Там есть, там, сложности с оплатой, ну, потому что надо картой, но это тоже решаемо. Но все-таки это же зарубежные все площадки. Вот веришь ли ты в то, что Россия должна создавать свою площадку или свой, там, стэк курсов, который бы готовил российских аналитиков, может быть, потом продавал эту экспертизу в страны, там, ШОС, АДКБ и так далее, но не завязаны, будучи на западные центры обучения? Да, я не то, что верю, я считаю, что это надо делать. Вот прям надо делать. Я бы, как бы, ну, сам в этом тоже готов участвовать. У меня там были определенные порывы, вот, создавать курсы, как бы, даже они начинались, уже есть какие-то наработки. К сожалению, там достаточно тяжело, особенно сейчас, совмещать с трудовой деятельностью. Но то, что в эту историю идти надо, в России у нас много специалистов в разных компаниях, то есть, которые, если соберутся вместе, полностью закроют весь тот спектр курсов, который был там у Сенса, спокойно сделают там аналог Offensive Security Lab, то есть, там ничего сложного нет, вопрос просто времени, выделение времени у этих специалистов. И я верю, что, как бы, эта история будет развиваться. То есть, это, на самом деле, это там, вот, та ниша, которая вот сейчас практически, наверное, никем не занята. И сейчас, наверное, самое время, как бы, эту нишу занимать. Ну, ее должны занимать какие-то государственные структуры, типа ВУЗ какой-то, или, там, грубо говоря, НКЦКИ, или ВСТЭК должны стоять за этой инициативой. Или это должно быть комьюнити, которое не сковано никакими требованиями лицензирования количества писсуаров в учебной аудитории и так далее, и так далее. Вот чистый контент. Комьюнити. То есть, точно не государство. Это комьюнити, это специалисты, практикующие специалисты, которые работают сейчас в компаниях. Опять же, если мы посмотрим на САНС, посмотрим, кто там инструктора, кто делает эти курсы, это не какие-то специальные люди, которые только занимаются курсом. Это все люди, которые являются экспертами, они работают у кого-то свой бизнес, кто-то там работает специалистом в крупных известных компаниях, и они находят время, как бы, и участвуют в этом. И вот здесь у нас должна такая же история развиваться. Смотри, мы общались когда с Алексеем Павловым. Он в контексте разговора о работе соков и обмена информацией об угрозах, детектах и так далее, с одной стороны сказал, что да, надо делиться информацией, но с другой стороны сказал, что все-таки временами это коммерческая история, и делиться своими наработками, на которые потрачены, там, возможно, годы работы, но не хочется. Вот с обучением нет ровно той же самой идеи, что я там потратил годы на то, чтобы прокачать свои скиллы, научиться там правильно детектив, там, всякие лайфхаки, трюки и так далее, и вот я буду это отдавать куда-то. Ведь мы наверняка, как инструктора, захотим получать за эти курсы зарплату сопоставимую с основным местом работы, и курсы сразу станут недоступными для большинства. Вот как сочетать? Ну, безусловно, курсы эти будут платными. Вот в историю, что за бесплатно это взлетит, но это глупо верить, потому что время специалистов стоит дорого, и, безусловно, оно должно быть оплачено, в том числе, в части курсов. Вопрос, сколько эти курсы должны стоить? Ну, наверное, точно не столько, сколько стоит САНС, да, все мы знаем, это сумма 5 плюс тысяч долларов, 7 плюс тысяч долларов, ну, это, в принципе, неподъемные деньги для большинства компаний в России. И те, кто ездил и ходил на эти курсы, это, на самом деле, единицы в общей массе. То есть, цена там, ну, то есть, надо брать реалии рынка и цену делать как бы реальную для этого рынка. То есть, не гнаться, как бы, я сейчас сделаю, как у САНСа, то есть, она должна быть ниже, но она не должна быть низкой, да, она должна... Ну, ты бы какой порог назвал? Примерно, порядок. Ну, не знаю, там, давай так... Пятидневный курс. Пятидневный курс, ну, 150-200 тысяч рублей. Окей. Ну, там край, скорее, там даже, там, вот где-то планка будет под 150. Но точно не 50 за 60, это, конечно, утопия. То есть, делать пятидневный курс, вот, практически, там, в области, там, анализа защищенности, форензики, реагирования, там, аналитики СОК, ты... Ну, то есть, я не готов буду за такие деньги просто работать. И так же не будут готовы за такие деньги работать другие специалисты. То есть, это, там, чуть больше 100, как бы меньше 200. Окей, понял. Ну, спасибо. И, наверное, так, близко к финалу, и есть два вопроса, таких тоже более уже практических, в сторону обнаружения тех же самых угроз и так далее. То есть, один более СОКовский, второй более, там, в технологический. СОК не может мониторить все. То есть, он должен приоритизировать свое усилие и выбрать какие-то, там, юзкейсы, под которые он затачивает и аналитиков, и технологии, и детекты, и правила, и так далее. Вот как выбираются юзкейсы у заказчика, на стороне заказчика плюс-минус понятно. Он понимает свою инфраструктуру, там, возможно, у него есть модель угроз, и он, там, следует ей, разрабатывает эти юзкейсы. А вот как юзкейсы выбираются в коммерческом СОКе, учитывая, что у вас, там, заказчиков много? То есть, есть какой-то топ-10 юзкейсов, которые ты бы сказал, вот это мы встречаем, там, у 99% заказчиков. Или вот каждый вот действительно по-своему эти юзкейсы определяет, и кто вообще юзкейсы определяет, когда к вам приходит заказчик? Вы для них, или они говорят, мы хотим мониторить вот это? Ну, смотри, давай я отвечу, как у нас. У нас может быть, или не может быть, да, в этом плане мы отличаемся от некоторых других игроков. То есть, у нас заказчик не платит за юзкейсы, если мы не говорим сейчас про кастомную историю. То есть, у нас нет такого, что я прихожу, там, вот к нам приходит заказчик, и мы ему, у тебя будет работать 20 правил, хочешь вот эти 30 правил, там, заплати еще там столько-то денег, хочешь больше, ну, пакетов как таковых правил нет. У нас подход простой. У нас есть некая библиотека общих правил, которая, ну, у нас непрерывно там наполняется. Где-то от заказчиков она наполняется, ну, в плане, как бы, приходят заказчики с какими-то новыми источниками, с которыми мы не работали с этими источниками, разбираемся под них, пишем правила. Где-то эта история вообще не зависит от заказчиков, мы просто ведем непрерывную работу, да, исследуя, что сейчас, в принципе, происходит с ландшафтом угроз. Есть библиотека правил, они бьются, то есть, сейчас, как бы, на три части. Там есть полностью кастомные правила, которые разрабатываются индивидуально под конкретных заказчиков. Соответственно, они, ну, никак между заказчиками не переиспользуются. Дальше. И остальное – это некастомные правила, но они побиты на две категории. Правила, которые по умолчанию у нас включены, и правила, которые, так назовем, это режим ручной, manual, да, он у нас называется. Вот, которые по умолчанию включены, логика простая. Если есть источник, который генерирует нужные события, правило будет работать. Если нет источника, правило, оно просто не будет работать. Но оно по умолчанию включено. То есть, просто наличие у заказчика источника, соответственно, приводит к тому, что оно начинает работать. И manual правила – это те правила, по которым мы с заказчиком работаем и общаемся, нужно его включать, не нужно, или включать везде, либо на какой-то кусок инфраструктуры. Соответственно, скорее определяем мы, потому что мы являемся экспертами, понимаем, как ломают, как атакуют, как это выглядит в разного рода CM-системах. И остается еще простор для кастомных правил, где заказчик может нам диктовать какие-то идеи, как-то отмониторить какой-то внутренний процесс, бизнес-процесс, чтобы его последовательность действий, которые выполняются в системах каких-то, была ровно такая, как ожидается от этого процесса. А у нас подход такой. Отключение базовых этих правил возможно? Конечно. Каждое правило может быть отключено как на заказчика, так и на какой-то кусок инфраструктуры заказчика. Но вы же заказчику предоставляете перечень правил, которые у вас есть, чтобы он сказал, вот это мне надо, а вот это мне не надо. Или нет? Как выглядит? Какое количество этих правил? Правила, которые manual, там, безусловно, с заказчиком ведется работа, включаем, не включаем, правила, которые включены условно по умолчанию, в принципе, вся база правил у нас доступна в личном кабинете. Вот у нас есть прям отдельный раздел базы знаний, там есть подраздел правила, там нет логики работы этих правил, то есть как оно... Просто название. Название, описание, маппинг в технике тактики Майтра, маппинг в некую нашу внутреннюю таксономию, там уровни severity, confidence для этого правила, которые по умолчанию, какие-то ссылки в сети интернет, нужно почитать, о чем это правило. Плюс еще отдельная визуализация, там, матрица Майтра, которая раскрашена по этим правилам. По этой базе можно искать, ее можно фильтровать по тем атрибутам, которые есть в правилах. И оттуда заказчик может генерировать какие-то идеи, что может быть ему это надо отключить, или наоборот задать вопрос, а почему у меня это не работает. Много таких правил? Ну, общая библиотека у нас насчитывает более тысячи правил за три года, которые у нас появились. Ну, вот наверняка же далеко не все из них важны для заказчика. Ну, понятно, там, тысяча правил, это по совокупности всех тех типов источников, которые там были у разных заказчиков. Естественно, если мы говорим про реального заказчика, ну, у него будет там точно работать меньше, чем тысяча, потому что просто столько источников нет. Окей. И связанный вопрос касается детектов уже на уровне отдельных решений, там, IDS, firewall и так далее. Вот как снизить число фалсов для того, чтобы повысить качество обнаружения? Есть какие-то советы? Ну, смотри, давай, как бы, там, наша практика работает. Там, детект IDS не является для нас самостоятельной сущностью, на которую у нас аналитики начинают реагировать. Это такое же событие для СИЕМа, для последующей корреляции, как и событие от какого-то штатного аудита операционной системы. Дальше все эти детекты просто участвуют в каких-то правилах корреляции. И есть там, ну, у нас огромное, то есть, есть правила корреляции, которые работают над детектами антивируса. То есть, опять же, детект антивируса, это тоже с точки зрения, там, СОКа, ну, если только ты не ин-хаус со стерильной инфраструктурой, с точки зрения СОКа самостоятельный детект, там, что антивирус, что IDS, это не повод начать что-то делать. Да, как бы, это такой сигнал-звоночек для каких-то правил корреляции. Ну, как бы, там, возвращаясь к IDS, да, вот поверх этого работают просто различные логики. Какие-то детекты IDS а-ля, там, с высоким уровнем доверия. Или, там, детекты IDS, характерные для взаимодействия с, там, с командными центрами. Или, там, множественные детекты IDS, там, с одного источника. Или один и тот же детект IDS, но для множества разных дистинейшенов. Ну, возможно, просто проверяют какую-то уязвимость. Это вот, и таких вот правил их очень много. Но нет, как бы, правил, которые бы атомарно, детекты IDS, все, как бы, взводи, там, алерт в аэропике, начинаем работать. Просто в инхаусе, как бы, это может быть работать, да, в стерильной, там, инфраструктуре, где мало что происходит. В СОКе, в коммерческом, когда у вас, там, десятки, сотни заказчиков, просто сотни IDS, если вот в каждый детект IDS будете заводить алерт для аналитика, это нереальная история. То же самое с антивирусом. Окей. И, наверное, последний вопрос, он вообще будет из совсем другой области. Вот в моей прошлой жизни у нас было два СОКа в компании. Один для своей работы, и он был не очень презентабельный. То есть, это обычные комнатки, там, сидели аналитики, и все, как обычно, наверное, IT-подразделения, куда они водят гостей. И второй красивый СОК для заказчиков, куда водили плазмы, там, кофемашины, все красиво. Вот у вас как выстроен СОК для себя? Вы же себя мониторите с вашим же СОКом и для заказчиков. То есть, есть красивая комната, куда можно привести, там, ситуационный зал, где, там, атаки летают, там, глобусы всякие и так далее, и так далее. Или вот у вас вот это на красивости вы не смотрите, или к заказчикам говорите, что, ребята, мы за дело, за работу, а вот эти красивости, это, там, не к нам. Потому что вот есть два подхода, когда компания подступается к СОКу, и, там, СОК-остроитель говорит, мне надо, чтобы начальство могло прийти и увидеть, что я, вот, работаю. А для этого мне нужны плазмы и все, чтобы красиво летали ракеты с материка на материк. Вот твоя точка зрения... Ну, смотри, и моя точка зрения, и моя практика. Мы сначала построили СОК, а только сейчас начинаем думать, как сделать красиво, чтобы водить экскурсии. Вот, это правильный подход. Не надо начинать, как бы, с красоты, то есть, начните с сути. Как бы, теперь к нам, да, ну, у нас есть комната, где висит 12 телевизоров. Вот, можно привести, показать. Но это не то, чтобы вау, да, это, там, не вызывает какого-то восторга. Это просто 12 телевизоров с разными графиками. Возможно, в будущем эту историю мы будем менять, и в том числе, как бы, делать какую-то комнату, да, какой-то шоурум, где будет все красиво. Но пока, как бы, вот так. То есть, это точно не влияет на работу и качество услуги. Это скорее больше... А заказчики вообще спрашивают вот это? Да единицы. Единицы. Ну, просят, покажите нам СОК, ну, показываем. Там люди сидят за компьютерами, у них на стене висит 12 телевизоров. Единицы спрашивают. Когда нужно произвести впечатление, у нас есть куда водить. Да, мы знаем, куда. Да, я понял. Спасибо, Таймур. Наверное, самый финальный вопрос. Что ты ждешь от грядущего СОК-форума, который 15-16 ноября пройдет в Москве в ЦМТ? Ну, наверное, как от каждого СОК-форума, это общение с коллегами, с клиентами на площадке. То есть, это очень важная составляющая. Без нее никуда. Если говорить о том, что мы ждем, как компания, там, и я, как руководитель СОКа, ну, мы хотим презентовать ряд наших новинок. Ну, как, не презентовать, скажем так, так или иначе, упомянуть, может быть, в докладах, рассказывать там со стенда, ну, о определенных изменениях в наших сервисах, в наших продуктах. Вот, и как бы для нас СОК-форум – это способ как раз, когда в одном месте собралась аудитория целевая, и до этой аудитории попытаться донести наши мысли и взгляды на рынок сквозь призму наших продуктов и сервисов. А вот если бы у тебя была возможность сейчас сказать, что ты ждешь, например, от регуляторов, ты от них что-то ждешь, вот, изменений каких-то, анонсов, вот, опираясь на текущую ситуацию, которая происходит. Ну, условно, не знаю, насколько там это правильный вопрос задавать, что регулятор скажет, сотрудники СОКа, которые там занимаются мониторинговым круглосуточном режиме, освобождаются, условно, от мобилизации. Вот, хотелось бы видеть вот такое. Ну, такого точно не жду, потому что это от нашего государства уже и так прозвучало, да, если мы говорим про аккредитованная IT-компания, мы являемся аккредитованной IT-компанией. Честно говоря, даже не думал, ну, возможно, если мы посмотрим на вот нашу нормативную базу, ну, с точки зрения там тех решений безопасности именно технических, которые там так или иначе ложатся в требования вот этих нормативных документов, ну, это, скажем так, немножко прошлое, да, там нет ничего ни про EDR, ни про XDR, и так далее. Вот, скорее, надо, как бы, ну, хотелось бы, наверное, гармонизации там нормативных требований, с учетом того, что, как бы, в принципе, рынок развивается, появляются новые решения, так или иначе эти решения там должны появляться в виде каких-то, может быть, требований к этим решениям, либо к решениям каких-то юзкейсам, проблемам, которые эти решения должны решать, да, вот соответствие, наверное, современным реалиям ландшафта вот решений в области безопасности. Понял. Спасибо большое. И у нас подошел к концу очередной выпуск нашего свежевыжатого подкаста. У меня в гостях был Таймур Хейрхабаров, компания Бизон. Спасибо большое, Таймур. Спасибо, Алексей. Запись свежевыжатого подкаста по сокам вы можете увидеть на канале Биз ТВ на Ютюбе, а также в группах Авангард Медиа в ВКонтакте и в Телеграме. Кроме того, подкаст вы сможете послушать на Яндекс.Музыке. Субтитры подогнал «Симон»!